Продолжение следует... Добрый день, коллеги! Мне очень приятно, невероятно приятно сразу окунуться в диалую атмосферу. Благодаря вашим кураторам из компании, генеральный директор, они не давали мне спокойно отдыхать. Мы очень серьезно и много обсуждали тему нашего сегодняшнего вебинара, причем я для вас приготовил несколько сюрпризов. Сегодня мы поговорим, вот я вижу там плюсики повалились, значит звук есть, все хорошо. Смотрите, коллеги, когда выступаешь и ведешь вебинары, иногда переглядывая на чат, может вздеваться мысль, поэтому я буду стараться это делать одним краем глаза, а другим буду не делать. Но, я попрошу всех организаторов сегодня, все вопросы, которые есть, обязательно. Вот есть у вас вопрос, пишите, я буквально через несколько слайдов дам вам еще адрес своей электронной почты, куда вы можете писать все вопросы. Я вам гарантирую, даю честное слово, что я отвечу на все вопросы и так или иначе мы разберем с вами вашу ситуацию. Поэтому, сейчас, задумайтесь, потом у меня будет даже для этого отдельный слайд и мы с вами начинаем. Итак, поехали. Невероятно классная тема. Она, на мой взгляд, сегодня архиважная для России в целом управление исполнением. Что же это такое и почему действительно это так важно? Да по одной простой причине, что отсутствие исполнения ведет к невыполнению поставленной задачи. Невыполнение поставленной задачи ведет к отсутствию элементарного движения компании вперед и так далее, и так далее, и так далее. Крах компании я сегодня рассказывать не буду, потому что ясно, к чему все это ведет. Поэтому сегодня мы поговорим о другом. А что, собственно говоря, каждый из вас должен сделать, что-то пишет, что не работает, ничего не видно, ничего не слышно. Сейчас, одну секунду, друзья, мы технически все порешаем вопросы, мы никуда не торопимся, у меня есть время, мы с вами пообщаемся. Все отлично. Я пока кофе попью, мне девушки приятели кофе. Мне тут помогает. Большое спасибо технической анаслужслужбе. Кстати, вот если у вас все заработает, напишите, пожалуйста, в чате большое спасибо. Продолжаем. Друзья, дайте нам как-нибудь знать, все ли у вас слышно. Давайте еще раз плюсики пофигачим. О, большое спасибо, все пошло, отлично. Все, я как раз успел размешать сахар в поле. Так, делаю глоток и поехали. Итак, тема управления исполнением. Невероятно интересная для меня тема, потому что, начиная исследовать ее, исследование ее начинается у меня с самых первых моих предпринимательских осов, которые были 25 лет назад. И вот я так постарался сегодня агрегировать весь свой опыт знаний для того, чтобы вы все сегодня от нас самое максимальное получили. Итак, поехали. Сейчас будем переключать так. На каком основании? Я надеюсь, мы не будем на этом долго останавливаться, что вы знаете, кто я такой. Я вкратце расскажу, потому что мне очень приятно. Я работаю с компанией генеральный директор, с этим журналом уже второй год. Мы ездим по стране. Я надеюсь, что, может быть, кто-то из вас, кто здесь находится, были на наших мероприятиях, на Всероссийском совете директоров. Еще вторая половина года предстоит. Мы тоже будем ездить, поэтому обязательно приходите на все наши мероприятия. Я вас приглашаю. Это невероятно интересно, классно. Это обмен сообществом в вашем городе. И, в общем, новая информация. Поэтому я два слова буквально скажу себе, кто я такой. Меня зовут Роман Дусенко. Я получил много разных образований, в том числе педагогические, экономические, стажировки в Америке, в Японии, в Италии. Я учился на Executive MBA Московской бизнес-школы управления Сколково. И 25 лет уже с лишним занимаюсь управлением. Мои управленческие навыки начинались от директора маленькой компании, которую мы с моим другом зарегистрировали в 92-м году, где я был генеральный директор. И я закончил карьеру, корпоративную карьеру в 2014 году из должности председателя правления, совладелец банка. Но это очень интересная история. Чтобы абсолютно вкратце рассказать, я являлся тем человеком, который объединял людей в области создания того Росбанка, который сегодня существует. Мы приклеивали к Росбанку огромное количество региональных банков. Это группа банков ОВК. Я продавал Инвесбербанк. Потом мы были совладельцами своего собственного банка. Упаковывал, продавал разные банковские активы. Поэтому в этом смысле я могу считать себя антикризисным управляющим человеком, связанным с покупкой и продажей бизнеса, крупных бизнес-активов. Поэтому, если у вас будут вопросы, на эту тему с удовольствием с вами поделюсь. Итак, движемся дальше. В 2014 году создал проект «Бизнес-завтрак». Если вас интересует тема личного успеха, посмотрите в YouTube огромное количество видео. И в 2015 году запустил проект «Только вперед». Это обучающая академия, связанная с направлениями развития менеджмента, управленческих качеств, управленцев, непосредственно личный коучинг. Я занимаюсь индивидуально с людьми по всей России. У меня очень много клиентов. Я работаю с компаниями, помогаю вам зарабатывать больше денег. На этом, я думаю, будет достаточно. Поэтому переходим непосредственно к нашему самому главному задачу. Итак, задайте ваш вопрос. Я сейчас хочу, чтобы вы мне написали самую жесть, самую боль, которая есть у вас, связанная с отсутствием управления, исполнения. Действительно, если вы сейчас здесь, если вы собственник, директор, инвестируете свое время в то, чтобы смотреть меня, значит, у вас явно что-то хочется узнать. Что-то не так. Вот либо на мой адрес электронной почты, либо прямо сейчас нам в чат сюда. Давайте, пишите ваши вопросы. Мы будем их по ходу смотреть, по ходу к ним будем обращаться. Я вам гарантирую, что мы все здесь вместе сидеть, находящиеся с компанией генеральный директор. Собственно говоря, это и служим для того, чтобы, читая наш журнал, читая издание, смотря, вы находили те ответы, которые вы будете задавать свои вопросы. Поэтому я вижу, уже пошли вопросы, буквально давайте 30 секунд посвятим этому, это очень важно. Видимо, я буду наклоняться, и меня не очень будет хорошо видно, но это не важно. Итак, халатное отношение руководителей к персоналу. Точно. Показывают, так, включите в браузер доступ. Так, это там девочки отвечают. Значит, вижу только пока одну проблему. Ага, мотивация работников. Отлично. Работники быстро начинают воспринимать бонусы как премии, как положенные по умолчанию. Мотивация. Сотрудники не ориентированы на командную работу. Прекрасно. Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать. Отсутствие у клиентов в банке, понимание рыночных условий. Запустил свой бизнес через год. Слишком быстро и норвенно. Я скачаю весь софт. Можно же будет, да, все комментарии вы мне потом вводите. Мы отсюда их вытащим все, да. И, пожалуйста, вот адрес моей электронной почты. На сайте можно прямо сразу ставить заявку. Если зайдете на этот сайт, вам еще пригодится эта ссылка для того, чтобы ставить заявку. Все вопросы я вам отвечу на них. Итак, нежелательное подчинение, развиваться, расти профессионально. Доведение для стратегии, для сотрудников, проблем. Так, да, все супер, отлично. Ну, я делаю такие мероприятия очень часто. Я общаюсь постоянно с руководителями. Я, как вам уже говорил, занимаюсь коучингом руководителя. То есть работаю с первыми лицами по решению их задач, как частных задач, так и задач разных супер-правильных компаний. Все, что вы пишете, это самые главные болевые точки нашего российского бизнеса. Именно поэтому мы стараемся делать так, чтобы попытаться давать на них ответы. Сегодня у нас не будет воды. Сегодня я буду постараться делать так, чтобы вы максимально были готовы к тому, что информация практическая. Берите ручку, листочек, садитесь сейчас. Если вы сегодня не хотите это делать, наслаждайтесь нашим с вами прямым общением. Потом пересматривайте видео. Но обязательно берите ручку, лист и записывайте важные задачи, идеи. Смотрите, все, что мы сегодня с вами почитали, все, что я слышу, все, что я вижу, это проблема, связанная с двух полярных состояний. Это состояние руководителя и состояние сотрудника. И вот на стыке, видите, на этом слайде, противостояние, как вы и они. Мне очень хочется, чтобы к концу нашего слайда, к концу нашей вебинара сегодня, мы немного изменили отношения. Я бы хотел, чтобы не вы против о них, а вы и они. Вот подспудное название дает нам стремление к тому, куда же мы движемся. Итак, у меня всего будет 90 минут. Я постараюсь сейчас вам вкратце рассказать, что же можно будет сделать. Мы с вами поставим несколько целей. Видите, я тоже немного добавил футбольной тематики. Вчера был на футболе, было очень интересно. У меня есть свои цели. Донести до вас возможные варианты изменения системы вашего управления. Потому что то, как у нас принято сейчас, система управления построенная, переданная нам нашими старшими товарищами, и в целом она не совсем соответствует сегодняшнему дню. А у вас свои цели. Послушать, посмотреть, прикинуть, подходит, не подходит и попытаться изменить. Любые изменения системы управления в позитивную сторону несут в первую очередь улучшение вашего финансового состояния. Поэтому мы, собственно говоря, сегодня говорим о деньгах. Итак, отношение человек к человеку. Важнейший элемент сегодняшний. Почему именно с этого начинаем? Да потому что никакая система управления, никакое отношение руководителя к подчинению не существует без отношения человек к человеку. Мы зачастую забываем, что на самом деле сотрудники это такие же обычные люди. И мы с ними общаемся не на предмет того, что у меня есть погоны, и я руководитель, и имею право таким образом там командовать. Сегодня мы переходим к абсолютно новой парадигме. Отношения в компании становятся отношения человек к человеку. Я сейчас скажу фразу, наверное, которую я буду повторять сегодня чаще всего. Мы сегодня заходим в эпоху поддерживающего лидерства. В эпоху лидерства, основанного на жестком контроле. Я сразу скажу, что если вы ожидаете от меня сейчас каких-то рецептов, связанных на том, как построить иерархическую систему управления, я начальник, ты подчиненный, система поручений, промежуточные каналы. Нет. Вы можете сразу отключаться, это вебинар не для вас, идите к другим господам, у них называется тренинги эксплуатации подчиненных, жесткое управление и так далее. Это все туда. Но это все, я вам хочу сказать, что это позавчерашний день. У этого нет будущего. Почему? Да, по одной простой причине. Как только руководители начинают себя вести таким образом, они закрывают себе дверь в будущее. Это значит, что люди, работающие у вас, они вынуждены работать ровно до того момента, как только у них не будет возможности сделать трансфер, как у игрока из одной команды в другую, в другую. А лучшие это поймут сразу и просто будут переходить. Пока вы не будете им платить, если вы только их не заваливаете деньгами, но сегодня российский бизнес такой, что компаний, которые заваливают деньгами, практически нет. Итак, отношение человек-человек. Помните себе, это важнейший постулат. Следующее. Позитивные и негативные коммуникации. В отношении человек-человек существует всего два типа коммуникаций. Всего два. У нас получается, либо ты хорошо с человеком относишься, либо плохо. Переходим, вот просто отвлекитесь сейчас от компаний, давайте поговорим, ну просто как обычные люди. Потому что чем больше я занимаюсь в социальной психологии управления, тем больше вся система управления переходит на язык обычного человека. Все современные книги по менеджменту, все компании, которые сегодня на плаву, мировые компании, все компании российские, которые стремятся, а я с этими компаниями общаюсь, с их руководителями, в постоянной радиопрограмме на радиомедиаметре, где я исследую эффективность управления людьми, говорят о том, что мы переходим в эпоху уважения друг к другу. Мы переходим в эпоху отношений друг к другу. Так вот, отношения строятся на двух типах коммуникаций, всего лишь. Первый тип коммуникации, начнем с простого, негативные коммуникации. Негативные коммуникации, когда человек испытывает по отношению к себе неудовольствие, неуважение и страх или агрессию. Я уверен, что каждый из вас может сейчас вспомнить в своем трудовом пути, будучи вы собственник или будучи вы директор, вы все равно рано или поздно когда-то коммуницировали с тем руководителем, который негативно на вас влиял. Я знаю, что такое было. Я сам обычный человек из обычной нашей корпоративной жизни. И у меня тоже были такие руководители. Они единственное знали то, что приказ исполнения, приказ исполнения, он главный, потому что он начальник. Так вот, именно это сегодня, ну просто бессмысленно, даже об этом говорить не будем. Но в чем проблема есть? Психологи изучили, почему существует негативная обратная связь. Наверное, вы сталкивались, что человек, получивший плохой сервис или плохое обслуживание, об этом говорит 10-20 людям, потому что элементарно. Здесь речь идет о следующем. Что человек, испытавший негатив по отношению к себе, он пытается от этого негатива избавиться. Единственный способ избавления от ощущения негатива на тебе, негативной коммуникации, разделить ее с кем-то. То есть за счет того, что вербально проговаривается негативная коммуникация, человек думает, что он сможет от этого избавиться. В этом главная проблема, почему так много пишут о негативных коммуникациях. Именно поэтому существуют психологи, психотерапевты. К ним приходят люди и рассказывают, как плохо им живется. И в надежде на то, что они будут это долго рассказывать, появляется их психотерапевтическая практика. Так вот, человек будет рассказывать до тех пор, пока не заживет это рано. И само собой, самая главная реакция негативной коммуникации – это избегание. Как только человек еще раз почувствует, что у него есть вот этот намек на негативную коммуникацию, он будет избегать этого общения. Переходим к позитивной коммуникации. В чем прелесть позитивной коммуникации? Да потому что, как только вы видите на человека улыбку, как первый интегратор, собственно говоря, показатель того, что человеку хорошо, он вдруг ни с того ни сего понимает, что с ним обходится хорошо. Человека впервые, может быть, кто-то услышал, спросил, у него на лице улыбка. Это значит, что он почувствовал себя комфортно. Как вы думаете, что мы хотим в своей жизни? Да все очень просто, конечно. Испытание состояния счастья. Испытывать состояние счастья можно лишь тогда, когда ты счастлив. А соответственно, элементом счастья является улыбка. Испытав улыбку, человек будет стремиться испытать это счастье еще раз. Так вот, отличие негативной коммуникации от позитивной, что негативная коммуникация – это избегание, а позитивная – это желание ощутить вновь. Делегирование не равно постановка задач. Это очень важный момент. Когда мы ставим задачи, это не равно делегировать свои полномочия. Я еще раз прошу прощения, я вижу, что идут комментарии. Я не могу одновременно и читать комментарии, и рассказывать свою презентацию. Я их увижу, я все отвечу. Поэтому, пожалуйста, пишите, не останавливайте. Так вот, делегирование не равно постановка задач. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как же делать так, чтобы задачи исполнялись. Но, прежде всего, давайте разделим наши понятия. Мы выбрали, что первое – отношение человек к человек. Позитивная и негативная коммуникация. Делегирование и постановка задач. Делегирование – это мотивация. Мы говорим о том, что мы делегируем часть своих функций, данных нам, другим сотрудникам, которые наиболее прогрессивны, которые подают надежды, которые более нас лучше знают, для того, чтобы они выполняли эти функции. А постановка задачи – это решение конкретной задачи, конкретного проекта в строго ограниченное время. Как это делать эффективно, мы тоже с вами поговорим. Но как раз помним, держим у меня здесь у нас негативные коммуникации, позитивные человек-человек. Движемся дальше. Первое, с чего мы начинаем – это наличие общей стратегии. Даже если в вашей компании состоит из пяти человек, из десяти человек, неважно, речь об общей стратегии. Вы, так или иначе, собственник, генеральный директор, для чего-то создали эту компанию. Неважно, будь вы хотите 20-метровую яхту, или вы хотите купить себе дом. Это та мотивация внутренняя, которая заставила вас создать какой-то бизнес, принять на себя груз ответственности. Но помимо того, что вы хотите просто заработать денег, у вас есть какое-то желание. Так или иначе, ничего случайно не происходит. Я не случайно занимаюсь менеджментом и стараюсь сделать так, чтобы в России качество управления было лучше, чтобы отношение к сотрудникам изменилось. Вы, создав свой бизнес и будучи генеральным директором, реализуете свою личную персональную стратегию, с чего все начинается – заглянуть в себя. Поэтому мы с вами говорили, что у нас должна быть ручка и листочек. Для чего? Для того, чтобы первый задать себе вопрос – а почему я? Занимаюсь этим бизнесом. Что я на самом деле хочу? Куда я иду? Главнейшие вопросы жизни. Соответственно, если вы генеральный директор, а какую миссию в своей жизни вы преследуете? Не просто же быть генеральным директором. Вам нравится тот бизнес, которым вы управляете? Вас не случайно туда занесло? За исключением разных ситуаций жизненных, в которых вам тяжело. Но и даже находясь сейчас в тяжелой жизненной ситуации, решая эту задачу, вы тоже являетесь проводником некой миссии, в том числе, возможно, и того собственника. Если вы генеральный директор, поговорите сегодня с собственником за обедом. «Слушай, а ты вообще зачем создал этот бизнес? Почему так важно? Почему ты им занимаешься?» Это важнейшие аспекты, которые покажут вам общую стратегию. Людям очень важно знать направление движения. Если люди не понимают, куда им идти, нет возможности рассказать. Постановка задач, проекты, KPI. Если нет дальнейшего взгляда за горизонт, вы не поверите, качество и эффективность работы будет низкая. Мы сегодня говорим сейчас, знаете, такими крупными мазками, без какой-то конкретики. Конкретика будет чуть позже. Мы пытаемся просто разгрести вот эту кучу всего, чтобы вам прорубить вот этот тоннель, куда вам нужно смотреть. Итак, люди. Общая цель, стратегия. Если у вас она нет, если у вас компания 5-человековая, садитесь сегодня за стол, введите бумажку и пишите, зачем вы занимаетесь этим бизнесом. Садите своих людей за стол завтра и говорите, слушайте, я вот честно задал себе вопрос. И вот я вам хочу сказать, я иду туда. Согласны со мной? Вперед. Не согласны? Прямо сегодня. Вы скажите мне, что вы не согласны этим заниматься. Я вам напишу хорошие рекомендации, хорошие, заплачу по возможности вам деньги, выходной пособий. Но если вы сказали сегодня, что вы согласны идти со мной, а через полгода, когда мы будем активно двигаться к нашим целям, вы будете на самом деле делать другое, я вас уволю без сожаления. Менеджмент это, к сожалению, еще и важный такой момент, это управление судьбами людей, увольнение, расставание, партнерство, расхождение с партнерами. Это все необходимые элементы и атрибуты менеджмента. Но мы говорим о главном, мы говорим об общей стратегии. Сказать общую стратегию. Знаете, я с очень многими собственниками на эту тему разговаривал. Важно провести красную черту. Что это значит? Красная черта это значит, что вот сегодня, я вам объясню вкратце. Смотрите, до нашего вебинара вы занимались чем угодно. Вы жили своей собственной жизнью, я жил своей собственной жизнью. Вот в нашем пространстве мы сегодня стыканулись с вами, и у вас произошли какие-то изменения в голове. Я пытаюсь вам рассказать о том, что я вам хочу передать. Вы начинаете думать, обсуждать. И вы вот понимаете, что вот с такого момента, вот я Романа Дусенко послушал или послушал, я начал задать себе вопрос или начал. Это для меня очень важно. Точно так же и вы. Когда вы примете решение, поставьте себе вот руку на сердце, положите и скажите, слушай, я ведь на самом деле хочу, чтобы было так. Поэтому в компании нужно будет провести кратчу, не стоит сказать, слушайте, ребята, мы с вами хаотично собирались. Я, может быть, не придавал сильного значения тому, а какие люди приходят в мою компанию. Я, возможно, отдавал это на утку руководителям, учарам или всем остальным. Я не сильно задумывался о том, кто мы. А теперь для меня важно разобраться, а кто же мы вместе с вами. Вот давайте так, вот все, что у нас тут наковырялось, насобралось, это все мы. Я принимаю вас такими, какие есть. Но, вот сегодняшнего дня, вот эта черта, которую я провожу, она говорит о том, что все, что было хорошо, но теперь будет по-другому. А в основе вот этого, по-другому, в основе вот этой части будет та стратегия, которую вы лично себе честно, ответив на вопрос, напишите. И задайте вопрос, пошли или не пошли. Все, на эту достаточно тему. Элементы управления сегодня, конечно, это не иерархия, это не подчинение, это agile и скрам. Поэтому, вот я просто дам вот этот слайд, тема безграничная. Мы оттуда надергаем сегодня несколько кусочков, для того, чтобы вы могли ежедневно этим пользоваться. А вообще, просто берите книги, читайте. Дальше. Саморазвитие руководителя. Ну, без этого вообще, само собой, никуда. Последний элемент нашей цепочки. Вот, я, кстати, тоже пока с вами разговариваю, я рисую. Здесь у нас человек-человек, здесь у нас стратегическая цель, здесь у нас негативные, позитивные коммуникации. А в центре вы. Несмотря ни на что, вы в центре. Будьте собственником или не собственником, неважно. Вы генеральный директор. Элемент вашего развития является основа, основа успеха компании. Знаете, я вот сегодня утром встал рано и готовился. Потом мне так захотелось просто вздремнуть. И я часто делаю такие, задаю себе вопрос, и приходит ответ. Я думаю, ну, где же мне посмотреть вот эту важную вещь, которая вот у меня складывается презентация, но немного не хватило. Я просыпаюсь с мыслью, с фамилией автора, Петра Синге. Я быстренько захожу в интернет, вижу его книгу, и я открываю с целью, но называется там постановка целей. Так вот, что такое саморазвитие руководителя? Саморазвитие руководителя – это топливо для развития вашей компании. В чем смысл? Фишка. Объясню теорию самообучающей организации Петра Синге на основе руководителя за две минуты. Первое. Вы человек. Второе. У нас есть мечты. Третье. Расстояние между нами, где мы есть, и мечтами, оно может быть большое. Разница между вот этим состоянием сегодня и где мы состоянием есть, называется путь движения к цели. Именно вот этот путь движения цели и создает некое творческое напряжение. Что это значит? Именно ради того, чтобы преодолеть этот путь от сегодня к завтра, мы начинаем напрягаться. Мы ставим себе амбициозные цели, мы ставим себе задачи. И это становится движущей силой достижения цели, как деятельность компании или деятельность человека. Но невозможно не развиваться. компания, если мы считаем, что мы живем, приходим на работу, лишь только для того, чтобы работать, а потом я буду жить там, когда я в 6 часов выйду с работы и пойду домой для того, чтобы немного там пожить, это неправильно. Жизнь сегодня, наша с вами, как руководитель, задача сделать так, чтобы люди жили полноценной жизнью. Причем развивается самостоятельно, развивающийся сотрудник дает гораздо больше запроса, и он более эффективно работает. Именно саморазвитие позволяет повысить ответственность. Движемся дальше. Но вот эти базовые фундаментальные вещи, на мой взгляд, являются, вот я буквально недавно закончил ремонт, это как вот стены, когда ты готовишь к покраске или к поклейке обоев, вот надо ободрать ее до основания. Вот только тогда, когда мы себе честно ответим на вопросы, что мы готовы, что мы вот понимаем теперь, какими принципами мы хотим руководствовать для того, чтобы наши компании стали лучше. Поэтому давайте прям вот серьезно сейчас, на секунду, отодвинем наши все устоявшиеся комплексы, задачи, установки, как там было, вот у меня так работает, не работает. Вот давайте попробуем принять новую информацию, которую я вам дам, и задуматься над тем, имеет ли она право на жизнь. Я могу сказать, что не дожидаясь вашего ответа, она, конечно же, имеет, потому что другого способа жить нет, но мы, как всегда, можем искать третий путь. Итак, бизнес. Бизнес – это все-таки марафон. Буквально, опять же, знаете, у меня сегодня все очень практично. Мой внешний вид, как мне сказали наши девушки, слишком загорелый для сегодняшней нашей Москвы. Я отдыхал в Греции, прям в местечке марафон. И прямо специально поставил этот слайд, почему? Потому что жизнь и бизнес – это марафон, дистанция огромная. Зайдите, пожалуйста, в Google, наберите правила подготовки к марафону. Это даст вам отличный способ, если вы замените спорт на жизнь или спорт на бизнес, прямо советы. Питание, экипировка, занятия, регулярные тесты, проверка и все остальное. Вот это все как раз и будет самым главным для вас пониманием того, а что такое наша жизнь. Так вот, спад и падение на длину огромную нашей жизни не имеет глобальной задачи, если вы верите в то, что то, чем вы занимаетесь, надолго. Поэтому нам нужно чувствовать с этим состоянием, понимая, что мы играем в долгую для директоров, для собственных. Два слова, буквально, что происходит вообще. Колоссальная скорость изменений. Но я уверен, что вы даже на своем бизнесе почувствовали, на своих сотрудниках, насколько сегодня все мобильно, насколько дистанционно, и интернет-сервисы входят в нашу жизнь, диджитал, ну и так далее, так далее. Память увеличится, айфоны 10, 9, 8, неважно. Просто хочу акцентировать на это внимание, что помимо всего прочего, что мы с вами говорим, нам еще надо добавить в нашу мозаику пазлы, складывать будем пазлы, еще и скорость. Менеджмент. Кардинально меняется управление. Если вы почитаете и послушаете наших сегодняшних авторитетных руководителей в России, они уже все говорят о совсем другой системе управления. Это бирюзовые организации, плоские структуры. Нам еще до них далеко. Я часто езжу по России, как я вам уже говорил, я вижу на самом деле отношения бизнеса, но мы меняемся. И мы говорим сегодня, что мы в России сейчас вступили в активную фазу ценностного управления, когда человек задумается о своих ценностях, когда он вокруг себя создает коллектив людей, похожих на его ценности, когда он вдруг, в определенный момент, проведя красную черту в своем бизнесе, скажет, что было так, теперь так, то все, кто не разделяет его ценности, уйдут, а придут и будут входить те люди, которые в его ценности, и вот эти люди в течение одного-двух лет сформировав ядро компаний, смогут достигать больших результатов. Эффективность, но про эффективность, наверное, только ленивый не говорит. Канбан, лин-менеджмент, эджайл, скрам, все-все, что угодно, специально вам поставил две картинки, бурлаки на Волге, миллион бурлаков было в начале 19 века. Это была единственная тягловая сила в России. И пид-стоп на Формуле 1, две секунды. Я даже пересматривал это видео на замедленном повторе, потому что мне было очень интересно посмотреть, как это все происходит, 20 человек, как одна команда работает. Теперь мы переходим к практике. Что нужно делать? Первое, с чего начинаем? Ситуация внутри компании. Если вы знаете ситуацию внутри компании, 5 баллов, дайте 5, как говорится, но гарантирую, что не знаете. А для того, чтобы ее знать, нужна система. Система получения обратной связи, система проведения стратегических сессий, система индивидуальной беседы с руководителями, 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 подчиненными, потому что мы еще много живем с вами в георгических структурах. Если до вашего сотрудника три уровня подчинения, я вам очень рекомендую поговорить со всеми ими. Картина на разных уровнях подчинения будет абсолютно разная. Культура компании. Но ни для кого не секрет, что сегодня мы говорим, что культура компании, корпоративная культура компании, и есть та среда, либо позволяющая компании выживать, либо не позволяющая компании выживать. Отсюда идет, что насколько культура адаптивна, насколько в ней присутствует вы, как руководитель, ваши ценности, насколько она позволяет человеку, приходящему в компании, чувствовать себя единицей компании, чувствовать себя частью компании, настолько и будете успешны. И подходим, собственно говоря, к теме нашего сегодняшнего вебинара. Мы разгонялись практически 30 минут. И вот целый час будем конкретно говорить о том, как же управлять исполнением, или как управлять сотрудниками. Что одно, другое, что оно по большому счету все одинаково. Вы. Ну, я бы очень хотел, чтобы вот эта картинка, она у нас все реже и реже встречалась в наших российских компаниях, где я босс, и как я сказал, так и будет. Это, наверное, уже становится пережитком сегодня. Ваша задача решать проблемы. Ваша задача не создавать проблемы, а снимать все преграды для того, чтобы сотрудники, выполняя свою работу, выполняя задачи, которые вы им поставили, были максимально вовлечены, интегрированы, мотивированы на то, чтобы делать свою работу максимально хорошо. Открою вам секрет. Перечитывая недавно набор книг о разных корпоративных культурах, об Эджао, приходится к одному выводу, что есть разные типы и стереотипы людей, разные подходы к людям. Но важно вот что. Давая какие-то задания, мы делаем следующее. Мы думаем, что перегруженный сотрудник – это лучший сотрудник. Ребята, многофункциональностей не существует. Много задачностей не существует. Мозг человеческий, послушайте, нейропсихологов, нейрогеологов, может одновременно делать одну задачу. Скорость переключения между задачами становится все выше и выше. Но если мы создадим человеку такие условия, в которых он может выполнить одну задачу, одну, однозадачность – быстро, качественно, в максимально эффективной для этого подобранной микрокоманде, которая позволяет подобрать тех самых лучших людей. Знаете, вот я сейчас говорю вам, и мне приходят на ум следующие ассоциации. То есть сегодня руководитель – это не по сути ты пришел и дал распоряжение. Нет, сегодня руководитель – вы как тот самый собиратель пазлов. Вам нужно, безусловно, знать, кто ваши сотрудники, кто ваши подчиненные, где у них сильные и слабые стороны. И вот приходит задача, и вы понимаете, так, в этой задаче такие-то важные составляющие. Декомпозирую ее так. Она относится к моей стратегии так, так и так. Я понимаю, что скорость ее выполнения такая. В зависимости от этого вы просто берете и ключевых сотрудников создаете из своего подразделения микрокоманду, в которой наличие компетенции двух, трех, четырех, может быть, пяти-шести человек максимум для этой команды, для решения этой задачи, позволит ее вам сделать гораздо эффективнее и быстро. Собрали компанию, люди сделали задачу. Пришла следующая задача, собрали следующую микрокоманду, сделали следующую задачу. Пришла следующая задача, поставили задачу, и она стала работать. Когда мы отдаем те распоряжения, те задачи, которые важны, и которые в состоянии исполнить именно этот сотрудник. Так вот, следующий момент. На чем должно быть построено управление исполнением? На страхе? Нет, не на страхе. Если мы говорим о том, что ты делаешь задачу, я тебя увольняю, соответственно, никакого исполнения не будет. Это ровно будет до того момента, пока ему нужны будут деньги. Поэтому наша задача сделать так, чтобы человек развивался, выполняя ваши поручения. Человек должен делать то, что позволяет ему использовать весь его творческий, весь его интеллектуальный потенциал для выполнения его поставленной задачи. Не важно, там, столер, токарь, управленец, логист, не имеет значения. Вот сейчас важно не функциональная подчиненность, или не функциональные погоны, а то, что на самом деле в состоянии делать человек. И мы подходим к важнейшему моменту, что нам необходимо завоевать сердца сотрудников. А завоевание – это война. Война, в которой мы должны выиграть. Против кого мы боремся? Мы боремся против лени человеческой. Мы боремся против страха. Мы боремся против того, чтобы сотрудник нам поверил в то, что мы реально, на самом деле, искренне хотим сделать так, хотим сделать так, чтобы люди смогли раскрыться на полную катушку. Потому что сердце человека – это его поведение. Насколько активно ведет себя человек. Знаете, я очень много посещаю разных компаний. И мне очень больно заходить в крупный офисный центр и видеть потухший взгляд людей. Люди, которые идут в ожидании только одного посмотреть на часы, чтобы было 6 часов и снова уйти с работы. Это говорит о том, что в этой компании проблема на самом верхнем уровне. На самом верхнем уровне не созданы условия для того, чтобы сотрудник хотел работать. Вам кажется, что я сейчас говорю о каких-то космических вещах? Нет. На самом деле все очень просто. Если вы первое лицо, если вы сами интересуетесь работой, ваша задача – дать возможность людям работать. Не мешать им работать, а дать им возможность работать, убирая все препоны на пути восстановления. Вот эта простая картинка, которую вы сейчас видите, показывает вам на самом деле важнейшую взаимосвязь поведение, ценности, образа мышления и убеждения человека. Поведение человека является следствием, а никак не причиной. Причиной же являются ценности, убеждения и образ мышления. То, как принято мыслить в этой компании. Давайте немного ускоряться. Мне бы хотелось много вам сегодня дать. Надеюсь, что у нас время сегодня позволит. Вот простая схема. Смотрите. Компания, в которой создана атмосфера. Мы по-разному называем. Культура, корпоративная культура, атмосфера, все что угодно. Так вот, если в компанию ты приходишь и чувствуешь, что здесь хорошо, все настроены на работу, приходящий хороший сотрудник даст результат с плюсом. Если культура хорошая, и даже приходит сотрудник, который не очень-то хочет работать, попадая в эту культуру, так или иначе он вовлекается в нее, и получается результат все равно плюс на минус дает плюс. Но, уважаемые мои коллеги, руководители, я об этом всегда говорю, если культура-то отрицательная, а сотрудник позитивный приходит, и его перемалывает культура, само собой культура отрицательная, будет рада видеть отрицательного сотрудника, чтобы не дать никакого результата. Моя же цель показать вам, что по сути культура компании это платформа, с которой взлетает ракета вашей прибыли, вашей доходности на ваш капитал. Я банковский сотрудник, я банкир, я знаю, что такое считать деньги. Все, что я вам говорю, служит для того, чтобы вы зарабатывали больше. Но, основа этого лишь желание ваших сотрудников. Если они будут хотеть это делать, вы получите результат. Не будут хотеть, не будут. Что бы они хотели, они по большому счету должны быть погружены в ваше внимание, в вашу атмосферу, в вашу культуру, в вашей компании. Да потому что, давая свое добровольное согласие на то, что вы им предлагаете, а не потому что у них подписан с вами трудовой договор. Они могут расторгнуть в любой момент. А вот именно добровольное согласие, сегодня называется это модным словом, вовлеченность, лояльность, не имеет значения. Мы говорим об одних и тех же вещах. Так вот, добровольное согласие на эту работу, на основе общих ценностей, позволяет вам двигаться параллельно. Вы движетесь параллельно к своим целям, сотрудник параллельно развивается. И вместе вы идете к достижениям общих целей. Мы вплотную переходим сегодня к теме, о которой я вам говорил. Я приготовил 4 части. Первая часть, она состоит, мы будем говорить сейчас о сотрудниках. Вторая, мы будем говорить о коллективе, о корпоративной культуре и о вас. В конце, как говорится, самое вкусное напоследок. Итак, от чего же зависит поведение ваших сотрудников? Мы уже с вами подумали, что главное в компании – это человек. Безусловно, сколько угодно можно об этом говорить, но если это не подтверждается делами, если это не подтверждается конкретикой, поведением руководителя, отношением к людям, все это пустые слова. Вот мне очень хочется, чтобы вы на секунду акцентировали этот момент. Все, о чем мы сегодня с вами говорим, вполне возможно, что на уровне слов в вашей компании есть. Но если их нет на уровне дела, на уровне реальной реализации сотрудника, сотруднику, руководителя к сотруднику, руководителя к клиенту, я покажу еще эту матрицу, ничего не изменится. Вы как по-прежнему давали распоряжение, так и не будут в бездну пропадать. Призыв всей моей сегодняшней презентации – начать изменения с самих себя. Но говорить мы будем с вами о моделях поведения. Именно модели поведения и определяют наличие исполнения или отсутствие культуры исполнения в компании. Поведение человека. Мне хочется задать вам простой вопрос. Я, может быть, кто-то из вас был на тренинге отличностного роста. Но так как у нас сегодня интерактив, то получается, что мне трудно будет задать. Но если вы сейчас поставите плюсики, кто был на тренинге отличностного роста, мне будет понятно, а подход аудитории к… вот, вижу, да, отлично, супер. А люди, мои дорогие коллеги, я… это, значит, прекрасно. Значит, мы с вами говорим на одном и том же языке. В чем главная суть тренинга отличностного роста? Да, на самом деле, тренинг отличностного роста я взял просто потому, что это наиболее раскрученная тема, наиболее популярный вопрос. Корни этого понятия уходят далеко-далеко в мировые религии, в мировые философии и так далее. Так вот, суть тренинга отличностного роста, сделаю паузу актерскую, именно в том, что, меняя сознание, будет меняться ваше поведение и будет изменяться результат. Для того, чтобы вам продемонстрировать это с самыми простыми примерами, я вам приведу вот что. Брак. Элементарный брак между физическими лицами нашими, мужчиной и женщиной. Надеюсь, в России другие не допустят. Поэтому, как только мы вступаем с вами в серьезные отношения, будь то гражданский брак или просто брак, мы накладываем себе определенные обязанности. Соответственно, меняется наше с вами поведение. У нас изменилось образ мышления, изменилось представление. Армия. Мужчины мне подтвердят, что, будучи в армии, ты приходишь, меняется образ мышления, меняются модели поведения. Религия. Я уже говорил сегодня об этом. Религиозный человек, приняв на себя труд веры, меняет свое поведение. Здоровый образ жизни. Самое популярное, наверное, сегодня увлечение. Автоматически меняет образ жизни. Невозможно договориться, встретиться с старым знакомым, который проповедует здоровый образ жизни, предложить им выпить что-нибудь на брудуршаву, скажет, нет, 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 я сок. Все, поменялись модели поведения. Почему я об этом говорю? Да потому что, изменяя образ мышления сотрудников, мы можем управлять исполнением, управлением исполнением. Наша цель именно и поменять этот образ сотрудника с вами в ваших компаниях. Поэтому давайте развернемся на 180 градусов от тренинга личностного роста, коллективы корпоративной культуры и посмотрим, а как они-то и влияют на наших сотрудников, что, какие модели поведения они создают нам. И переходим ко второй части сегодняшнего нашего выступления. Это коллектив. Отличный слайд, который показывает вот самый важнейший момент. Наличие согласия сотрудников обеспечивает исполнение любых планов. Можете прямо записать. Отсутствие согласия сотрудников привели к саботажу любых самых даже малозначительных изменений. Как сделать так, чтобы сотрудники захотели меняться? Как делать так, чтобы они захотели выполнять даваемые вами поручения? Для этого нам нужна некая общая платформа, фундамент, на которой будем строиться. Смотрите, два человека, три человека, появляется коллективный образ мышления. Помните та формула, где корпоративная культура со знаком минус, когда приходит человек со знаком плюс, получается минус. Их больше. Просто все попадает. Вот я уверен, что вы, наверное, мне в своей жизни тоже можете привести много примеров, когда вы, будучи, приходя в какой-то коллектив, вы попадали под влияние этого коллектива. Так или иначе, возникают всякие разные группировки, разные отношения. Коллектив управляет вами. Либо вам тогда надо будет бороться со всем коллективом, менять, если вы сотрудник, сейчас я вам дам секрет. Либо коллектив поглощает ваши корпоративные цены. Вот. Единственный человек, кто может изменить корпоративную культуру, это собственник генерального директора. При наличии на то воли. Коллективные типы поведения, это значит, что появляются принятые в компании правила. Негласные. Не те правила, которые записаны с правилов внутреннего договора с порядком. Или не те правила, которые написаны на ценностях, на сайтах компаний. А внутренние правила. Мы исследуем эти правила. Знаете, когда приходишь в компанию, начинаешь разговаривать с генеральным директором. Ну, слушай, у нас все классно. У нас коллектив такой трудоспособный. Отлично. Через неделю, после подготовки к стратегической сессии, проводим стратегическую сессию в его компании. Начинаем разговаривать откровенно, вести разговор с сотрудниками. Выявляется, что компания сквозь, насквозь пронизана правилами и нормами, не гласными, а установленными, которые являются ограничивающими штампами и убеждениями в компании. Почему? Да потому что в компании появляются коллективные цепные реакции на изменения. Потому что скрытые причины незылательного поведения. Так вот, прежде чем вообще начать какие-то изменения, прежде чем вводить какие-то новые планы, новые распорядки, новые продукты, надо сначала понять, а что в компании управляемо, а что неуправляемо. Нащупать эти рычаги влияния и начать изменять не с того, чтобы внедрять сразу план продаж на 2 миллиарда рублей, а начать с того, чтобы разобраться с людьми, о чем они думают, что у них происходит в голове. Потому что в этом случае и план-то никакого не состоится. И если не сделать это, я вам, может быть, там, мои ровесники или там люди, которые постарше, ну, немного помладше меня, вспомнить эту замечательную игру. Когда проблема начинает валиться с разных сторон, как яйца в корзину этому волку, и только успевая их подхватывать, не о системе уже идет речь, а лишь бы просто как-то тушить пожары. Вот об этом мы сегодня поговорим. Так вот, почему же сотрудники сопротивляются? Потому что существуют ограничивающие штамповые убеждения. Вот я привел вам здесь всего лишь 5. У меня есть презентация там на 100 страниц, в которой написаны эти ограничения. Тут так заведено, оно мне не надо, у нас не получилось, и ты не пробуй, инициатива наказуема, вот ты и делай. Меня за это не уволят и не похвалят. Я вам говорю, здесь их можно продавать бесконечно, бесконечно. Поэтому я уверен, что вы каждый можете накидать мне сейчас в чате те ограничения штамповые убеждения, которые вы встречали. Вот давайте посмотрим, что нам наши коллеги, присутствующие здесь у нас на вебинаре, подскажут. Какие в их компании существовали. Мне это не надо, послушаем, что у вас. Мы всегда так делаем, у меня нет времени, прекрасно. Инициатива наказуема, да, супер, отлично, вот. Солдат спит в службе, великолепно, босс всегда прав. Раньше проще было, а что я за это получу? Мне за это не платят, нет времени, мне за это не платят. Отлично, тебе надо, ты и не делай. А смысл? Великолепно, Ольга, спасибо, прям такой, знаете, леденящий душу ответ. Все равно хорошо, и ничего не будет. Не мудри, мне это не надо, да. Мы всегда так делали, да, великолепно. Коллеги, спасибо. Я думаю, что мы сегодня соберем прям, знаете, такую отличную по результатам нашего сегодня вебинара еще там с десяток слайдов получится, может, пронесет прекрасно. Так вот, когда мы делаем, общаемся с людьми, мы пытаемся их разделить на четыре главных блока. Эти блоки позаимствованы из системы сбалансированных показателей, где в правом верхнем углу клиенты, в нижнем персонал, здесь у нас финансы, здесь процессы. И мы пытаемся выстроить вот эту схему ограниченных штампов и убеждений, как движение вообще управленческой мысли по этим четырем квадратам ходит и не позволяет принимать решения. Поэтому, вот, без ТЗ результат ХЗ. Отлично. Вот, давайте делать дальше. Двигаемся. Что же все-таки нужно сделать, чтобы получить нам нужное поведение? Корпоративная культура. Нам нужно с вами начать с того, что мы четко зададимся и вопрос, а в какой компании мы хотим работать? Как мы хотим, чтобы у нас эти были ограниченные штампов и убеждения, или мы хотим, чтобы воспринимались инициативы на ура? Это действительно все реально. Вопрос времени. Конечно, ваша компания тоже не существует ни с сегодняшнего дня. И она прошла много трансформаций. Неизвестно, на каком уровне развития компании она существует. Неизвестно, какие у вас коровы продукты. Я сейчас привожу несколько сразу, пытаясь разложить вашу компанию в разномерных планах. И жизненный цикл компании, и те продукты, которыми вы работаете по боксовской матрице. И свод анализ вашей компании, и стип анализ вашей компании. Все вместе это, если вы подумаете и поработаете, то вам даст некое представление. Мы сегодня будем детально говорить о том, как это делать. Но вот мы подходим к конкретным вопросам. Если мы хотим, чтобы наши сотрудники начали выполнять ту задачу и ту работу, ради которой мы их наняли на работу, но не в плане того, что они нам обязаны, что они пришли на работу. Нет. Они пришли к нам в нашу компанию, чтобы принести всего себя, интеллектуальное, физическое, духовное, физическое тело, вот в нашу компанию и отдать нам всего себя для того, чтобы принести продукт, создать тот продукт, который делает наша компания. За то, что они приходят, за то, что они вкладывают, мы им платим заработную плату. За сверхдостижения мы им платим дополнительные премии. Но наша цель сделать так, чтобы место, куда они приходят, было местом, в котором они были счастливы, потому что именно неотъемлемое состояние человека счастья, вспоминаем про негативные и позитивные коммуникации, создает дело в том, что человек будет лоялен к компании, а лояльность возникает из того, чтобы культура, в которой работает компания, человек в этой компании, должна соответствовать его внутреннему миру. Поэтому такой огромный большой вопрос к всем тем, кто занимается подбором персонала, а каких людей приходит в нашу компанию. Если у нас до сих пор не было сформулировано требование с точки зрения корпоративной культуры, то в нашу компанию приходили все. Например, если в нашей компании принято улыбаться, а HR принимает всех каких-то букв, которые вообще не улыбаются никогда, то, соответственно, мы и ожидаем такой результат. Или если мы говорим, что мы открытые, мы хотим быть лучшими на рынке сервиса, то мы не можем принимать людей закрытых, которым не хочется общаться. Эти люди тоже прекрасные, но они нужны для другой работы. Их создала природа для того, чтобы быть в другом месте, в другой компании, где это является самой главной корпоративной ценностью. Так вот, для того, чтобы нам с вами подойти к созданию той корпоративной культуры, в которой управление исполнением становится нормой, нам первое нужно выявить, а что у нас происходит. Поэтому первая задача – выявляем, какова наша корпоративная культура. Инструментов я уже назвал кучу. Второе – формулируем, какой мы будем хотеть. В основе всего лежит ваша персональная стратегия. Возвращаемся к тому слайду. В основе лежит стратегия моя, мои цели, мои как собственника или как генерального директора, который только что поговорил с собственником, и вы об этом договорились. Потом вы выходите к людям и говорите, так, а что вы-то хотите? Спрашивайте их, спрашивайте ближайшего топ-менеджмента, спрашивайте людей. Да, на это нужно время, но именно это позволит вам их услышать. Навязанная культура никогда не будет воспринята. Помните наши пытки навязать нам и социализм, и так прочее, разные все вещи. Оно все отторгается. Особенно это отторгается тяжело, когда мы понимаем, что эта культура противоречит базовым фундаментальным принципам. Так вот, формулируем, и третья задача – формируем. И вот о том, как формировать, вот мы и будем делать. Смотрите, все люди разные, мы с вами об этом говорили. Отношение человек к человек становится основой менеджмента. Лидерство, управление, переход из иерархического в сопровождение, поддерживающий лидер. Лидер, который ведет команду за собой, упраздняя свои силы, свои харизмы, все препятствия на пути создания и решения этой команды, тех задач, которые этот же лидер ему поставил. Все люди разные, один счастлив, другой несчастлив, все думают о каких-то своих делах. Но задача в тот момент, когда они пришли в компанию, задача создать в тот момент, когда они зашли на работу, чтобы единственное, о чем они думали, это была работа. Поэтому надо и помочь им снять все необходимые проблемы, которые у них есть. В том числе, это тоже будет элементом вашей корпоративной культуры. Самый простой способ. Знаете, вот есть книга, я буквально ее вчера просматривал, «Работа в радость». А компания АЕС – это крупнейшая в мире энергетическая компания, которая проповедовала первое в жизни принципы самостоятельного самоуправления людей. Так вот, они просто стали людей спрашивать, а что вы хотите, а как вы хотите, как вы считаете. И вот если вы начнете первым шагом задавать вопросы своим сотрудникам, как они считают, что является причинами, что у нас так происходит, что вы думаете должно быть. Я вам еще, кстати, порекомендую книгу, у меня есть знакомая Терри Линдерберг. Она руководитель известного агентства кадров «Ставвелл». И она была на бизнес-завтраке. Книга называется «Чаепитие с Терри». Где она просто рассказывает о том, как она пыталась, как лидер, упразднять все возникающие на пути ее препятствия. И люди не совсем по-другому стали работать. Выявили, сформулировали, сели, посидели. Если вам тяжело одним, вполне возможно пригласить какого-то консультанта, коуча. Может поговорить с какими-то вашими коллегами, для того, чтобы прояснить те ваши цели. Это серьезнейший и важнейший элемент – сформулировать ваши принципы. Пусть они будут на листочке бумаги написаны. Пусть они будут написаны от руки, корявым языком. За время, когда они будут внедряться, они отполируются. Они превратятся в реально работающие инструменты. Печаль в другом, что красиво написанные лозунги не работают. Инструменты, которые вам помогут. Свод-анализ, матрица, сильные, слабые стороны, ограничения, угрозы. Это прекрасный инструмент. Обратная связь, индивидуальный разговор. Разговор с подчиненными, с топ-менеджерами. Это фундаментальная вещь, которая помогает вам двигаться вперед. Стратегическая сессия. Я считаю, что сегодня стратегическая сессия – это необходимый элемент. Каждый руководитель должен уметь, если не умеет, приглашать фасилитаторов, которые помогут вам провести. Стратегическая сессия позволяет вам посмотреть на людей с разных сторон. Вдруг, ни с того, ни сего, они как бутоны могут открываться. Это показывает истинное свое предназначение, показывает о том, о чем они думают, как они размышляют. Это фундаментальная вещь, которая позволит вам реально продвинуть свою компанию вперед. В тот самый момент, когда на самом деле никто не знает, что надо делать. И вот вы все вместе собираетесь, приглашаете, например, меня и говорите, «Роман, а помоги нам найти выход из трудной ситуации». Мы не знаем, что делать дальше. День, проведенный вместе с вашей компанией, позволит вам найти ответы на самые сложные вопросы. Но это не в смысле саморекламы, я просто рассказываю, как это должно происходить. Вот сконцентрированное желание решить задачи и вопросы поможет вам найти самые главные ответы на эти вопросы. Ну и, конечно, наша следующая задача сформулировать строки. Что делать? Как? Меняем коллективное мышление, меняем корпоративную культуру. Помните, мы идем все глубже. Мы сначала говорим, что мы должны, чтобы изменить уровень управления, мы меняем корпоративную культуру. А теперь мы меняем коллективное мышление, чтобы изменить корпоративную культуру, потому что корпоративная культура – это и есть тот момент, который позволяет нам управлять ей мышлением, корпоративным мышлением. Самый главный слайд всей презентации. Можно было вообще все слайды не делать, но было бы глупо выступать с одним слайдом. Вы. Я обращаюсь именно к вам. Да, именно к вам, к собственникам, генеральным директорам. Только вы в состоянии это сделать. Никто. Ни консультанты, ни HR, ни дай бог. Лишь бы этого не поручать никогда. Вот изменить корпоративную культуру. Единый изменение корпоративной культуры. Вы обрекаете свою жизнь на блуждание в темноте. Вы, только вы, собственник, генеральный директор, несете полное ответственность перед самим собой в первую очередь, а второе перед теми людьми, которым вы платите за оплату. Ведь только задумайтесь на одну секунду, какой фонд оплаты труда в вашей компании. Всем им вы платите из своего собственного кармана. Да по одной простой причине, потому что и вы позволяете им делать то, что делается сейчас в компании. Найдите себе силы признать, что пора засучить рукава и взяться, пойти в народ и понять, что там происходит. Почему моя компания не настолько эффективна, как бы мне этого хотелось. Берите за руку своего генерального директора, если у вас его нет, начинайте думать о том, чтобы он у вас появлялся. И начинайте внедрять понимание того, что делать. И открыто говорить, узнавать, если вы это не сделаете, то я вам гарантирую, что корпоративная культура будет существовать без вас. Она и так существует. Вы можете даже не переживать. Вопрос лишь в том, помогает ли она зарабатывать вам денежки или нет. Влияет ли она рентабельность вашего собственного капитала, на ваш доход, на ваши будущие затраты, семейные планы и все остальное. Это же ваши деньги. А если вы генеральный директор, то вы в первую очередь стоите спиной к акционеру, вы защищаете его интересы. Если вы неразумно и нерачительно относитесь к ресурсу, к самому главному в компании, капитал, о чем можно говорить? Друзья, концентрируемся и начинаем серьезно задуматься о том, как в моей компании устроено управление. Взмахните дирижерной палочкой и сделайте свою компанию эффективной. А теперь мы поговорим, как это сделать. Влияние. Познай самого себя. Мы подходим к самому главному моменту. Теперь мы снова говорим о вас. Нарисую кружочек в центре человечка. Когда говорю, сразу будет легче. Познай самого себя. Нам нужно, как бы то ни было, как бы мы этого хотели или не хотели, серьезно задать себе вопросы. Важные вопросы. Почему я нахожусь на этом месте? Почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? Сегодня очень важный момент. Высокопотенциальный руководитель. Высокопотенциальный вы руководитель или нет? High potential. Это значит, что если вы высокопотенциальный руководитель, у вас есть энергия движения вперед. Это значит, что вы пользуетесь максимальным уважением людей. Это значит, что вы понимаете, что происходит в компании. Это значит, что вы таким образом формируете свою компанию и формируете систему управления исполнением, что люди, подходящие для каждой той или иной задачи, максимально эффективно расставлены в вашей компании. Вы мониторите происходящие изменения. Вы избавляетесь от людей, которые не подходят к компании и привлекаете людей, которые подходят. Вы занимаетесь социально ответственным бизнесом. Потому что если просто делать бизнес без какой-либо социальной ответственности, это становится неинтересным. Люди перестанут просто получать зарплату. Они неинтересны, чтобы их труд приносил пользу. Так вот, сегодня ваша главная задача – стать потенциальным руководителем. Каким образом можно стать высокопотенциальным руководителем? Вот вам шесть шагов. Первое. Стать хайпо. Саморазвитие руководителя. Через что? Самосознание, персональный коучинг, наставничество, чтение литературы, просмотр фильмов, обучение. Я вас не призываю платить огромные деньги, ехать в Москву или там, не знаю, за границу поступать на экзеки FNBA или просто не бей. Начните с малого. Начните просто элементарно что-то читать. Начните, почитайте книгу, подчеркайте ее, отдайте в компанию, пусть они тоже почитают. Соберите их через неделю, обсудите то, что вы сделали. Обсудив это, внедрите. Следующее. Ваша карьерная стратегия. Даже если вы собственник, у вас есть своя персональная стратегия. Стратегия выхода из бизнеса, монетизации, передача наследования, корпоративный менеджмент. Ответьте себе на вопрос, что, где. Это даст вам возможность создать скелет своего бизнеса, с точки зрения временных шкал. Где вы находитесь, куда вы идете. А это, в свою очередь, даст вам необходимые понятия действия. Помните, мы говорили, между тем, где сейчас и между тем, кто есть, есть творческое напряжение. Так вот, именно, максимальное количество творческого напряжения. Да, спасибо за комментарии, про очень хорошо рассказывают. Знаете, мне нравятся такие поверхностные комментарии. Вот, если вот сейчас взять и совокупно выписать каждый поинт, который я вам сказал, к нему провести анализ ситуации, которая есть. А вот, Галина Пономарева, вам большой привет от нас, можете просто отключаться, идти дальше. Поставить себе планы на выполнение, добиться их результативности, вот тогда, мне кажется, будет очень вам счастье. А люди, которые считают, что поверхностные вебинары, они не интересны, ну что ж, так или иначе. Не будем отвлекаться на неактуальную и неконструктивную критику, мне она, в принципе, не интересна. Надеюсь, люди, вы, которые слушаете и которые серьезно хотите меняться, вам будет о чем поговорить сегодня между собой, с самим собой, после нашего вебинара. Итак, персональные ценности. Я не знаю, насколько часто вы заглядывали внутрь себя, но мне бы хотелось, чтобы вы это сделали. Это важно, потому что фундаментально, если вы помните наш график поведения человека и его ценности, это то, что рулит нашим поведением. То, какой я, то, какие вы, то, что пишет в комментариях, это не позыв, не эмоциональный взрыв сегодняшней секунды, это внутренние основные процессы, построенные на моих ценностях, на том, как я живу, что я для этого делаю, каким образом я ставлю перед собой цели, каким образом я их добиваюсь, какой я успешный человек вообще в нашей жизни. Вот это важная вещь. Эти ценности могут меняться в зависимости от того, что происходит с вами, под воздействием сильных психологических стрессов или еще чего-либо. Подумайте, задайте себе вопрос, ну, первое, а что такое ценность? Понятно, да? Мы будем много-много отвечать, у вас будут там разные ответы, а потом задайте себе следующий вопрос, а какие у меня ценности? Чем я-то живу в своей жизни? Чем, что я руководствуюсь? А потом сразу будет понятно, какие у меня модели поведения. И когда вы себе зададитесь честно на эти вопросы, вам станет понятно, вот я такой сегодня, вот мои модели поведения, вот я так думаю, вот я так хочу думать, я бы, честно, вот опять же, посидев, помечтав, я бы хотел делать себе вот так, думать об этом, принимать какие-то решения. Как мне пройти этот путь между расстоянием, как я всегда говорил, здесь и здесь, как создать это творческое напряжение, чтобы сделать, вот это и есть. И еще последний момент в жизни собственника и руководителя, жизнь это 360 градусов, это не только работа, это не только бизнес, это не только там семья без работы, все это вместе есть. Знаете, теория work-life balance потерпела свой крак по одной простой причине, что она пыталась разделить, она пыталась разделить работу и жизнь. Нет, это невозможно. Мы постоянно в клубке, мы меняемся за того, что происходит. Поддерживающее лидерство, об этом мы сегодня говорили, ценности. Какие три самых главных момента? Ценностно-ориентированное лидерство, когда вы разобрались с собой, вам понятно, что происходит в компании, вы в своей компании прогласитесь, теперь мы живем по этим принципам, хорошие люди со мной, плохие в другую сторону. Ваша модель поведения, поддерживающая примером этого, и ваш имидж, соответственно, вот именно это позволит вам добиваться поддерживающего лидерства. Три очень главных актуальных блока. Ну и в конце концов, мы происходим изменение образа мышления сотрудников через модель влияния. Буквально несколько элементов, которые являются, как вам влиять на людей, для того, чтобы отдавать им ту информацию, для того, чтобы помогать им делать так, что вам необходимо, чтобы уровень исполнения, исполнительной дисциплины возрастал. Стори-теллинг, рассказывать истории, не буду здесь долго на этом останавливаться, почитайте книги, почитайте литературу, учитесь разговаривать непрямым сухим языком, учитесь делать так, чтобы люди слушали вас, воспринимая разные истории из вашей жизни, из ваших достижений, для того, чтобы вы могли двигаться дальше. Вот именно стори-теллинг. Следующий момент, вот вопрос важный, какую историю в своей жизни вы расскажете сейчас, после окончания нашего вебинара, ведь вы же придете и подумаете о том, что бы вы хотели рассказать, но каждая история должна внести в себе определенный смысл. Материальная и нематериальная мотивация, важнейшие элементы поддержки и влияния. Мы не будем говорить здесь, останавливаться на материальной мотивации, зарплата, бонусы, KPI, все понятно, здесь достаточно просто, но нематериальная мотивация, это то, что вы можете создать огромное количество книг, сотрудники на всю жизнь, обнимите ваших клиентов, корпоративные культуры, почитайте, взгляните туда, там записано много-много вся разной информации. Если интересно, вот сотрудников нужно выращивать, правильно, абсолютно согласен, отличная подсказка. Посмотрите у меня на канале YouTube «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко, посмотрите много разных вопросов, связанных с нематериальной мотивацией. Да я думаю, что, если я вас сейчас прошу, дайте-ка мне нам сейчас, давайте-ка в чат наш сейчас зальем быстренько, про самый ваш эффективный пример нематериальной мотивации, чем вы гордитесь, что для вас является коньком в области нематериальной мотивации сотрудников. Давайте посмотрим, что у нас такое. О, отлично, расскажу обучающую правду. Так, движемся. Итак, друзья, ну-ка, давайте-ка посмотрим, какие творчества, браво, похвала, отлично, проводить соревнования, супер, удаленная работа, вот, время, время – это колоссальная мотивация. Вы можете полчаса, час дать, дать возможность не прийти, дать возможность поработать дома, невероятно, отлично. Возможность для сотрудников стать лучшим. Мурат, не согласен с вами. Самореализация, признание заслуг, отгул, да. Не успел прощать кто, но секс – это прекрасная мотивация для сотрудников, да. Возьмите меня к себе на работу. Задачи именно те, что сотруднику нравятся. Командировки, гибкий график, супер, отлично, браво, спасибо большое. Вот видите, казалось бы, вот, если, вот, что такое поверхностные, поверхностные разговоры? Если бы перед вами стоял внутренний запрос, и вы бы захотели сделать в своей системе, в своей компании, в своей компании систему нематериальной мотивации, скрининг этого чата нашего сегодняшнего создал бы лучшую в вашей отрасли систему нематериальной мотивации в компании. Выписывайте, вот прям, как делать? Выписывайте, выходите к людям и говорите, друзья, давайте сделаем так, в нашей системе, в нашей сегодня компании будет внедрена система нематериальной мотивации. Вот список, 100 пунктов, пожалуйста, выберите 5 самых главных из низ. Сдайте мне обратно все, по электронной почте, через систему онлайн-тестирования и сруйманки, как угодно. Получите через неделю 5 самых главных пунктов от всех ваших сотрудников. Задайте им вопрос, что нужно в компании сделать? Приведите 3 пункта по каждому из них. Через неделю получите мануал или положение о том, как внедрить в систему нематериальной мотивации. Найдите себе смелость только сделать это, запустить. И вы не поверите, насколько сердца сотрудников откроются к вам. Это и есть доверие, это и есть поддерживающее лидерство. Движемся дальше. Два самых главных вопроса. Что вы хотите от своих подчиненных и что вы хотите для своих подчиненных? Друзья, два важных вопроса, которые фундаментально позволят вам задуматься об этом. Обучение и развитие способностей. Здесь мне бы хотелось сделать следующее. Невозможно движение компаний вперед без понимания бизнес-процессов и тонких моментов. На каких моментах без бизнес-процессов нам необходимо улучшиться. Поэтому здесь не буду долго говорить. Просто составьте касту бизнес-процессов верхнего уровня. На ее основании просто продиагностируйте, где болевые точки и отсутствие знаний и навыков. Туда. Весь упор туда. И финальный пример для нашего сегодняшнего модели влияния, для того, чтобы вы могли влиять на создание системы исполнения своей компании, это пример для подражания. Друзья, здесь прекрасный пример. Итак, друзья, мы с вами поговорили. Давайте вернемся, сделаем такой маленький овервью того, что мы с вами проговорили. Первое. В компании самый главный человек. Это безусловно. То есть самый главный актив компании – человек. Второе. Человек и человек – это человеческие отношения. Сегодня модель зарабатывания денег, как правильно кто-то написал в комментарии, это не модель купил товар, продал, а модель нанял правильных людей, создал правильную корпоративную культуру, и эти правильные люди вместе заработали деньги. Прибыль которой вы справедливо между всеми участниками разделили. Негативные и позитивные коммуникации. Два человека – это уже коллектив. Коллективное мышление, коллективная культура всегда сильнее и важнее одного человека. Корпоративная культура вместе взятая – это уже инструмент. Только вы, как руководитель, можете реально управлять этим инструментом. Создавая либо корпоративную культуру, которая помогает движению компаний, либо которая препятствует через ограничивающие штампы и убеждения. Для того, чтобы влиять на людей, рассказывая им о том, о какую компанию вы хотите построить, о том, каким образом вы будете менять эту ситуацию, я вам предложил использовать элементы модели влияния, состоящие из четырех основных элементов. Первое – это история. Для того, чтобы рассказать историю, нужно покопаться в себе. А для этого нужно ответить на важный вопрос. Кто я? Что я? Куда иду? Зачем? Зачем мой бизнес? В чем смысл моего бизнеса? Почему я нанимаю таких людей? Почему я таких людей увольняю? Что будет с теми людьми, которые остаются в моей компании? Ради чего мы все это делаем? Следующее. Нематериальная и материальная мотивация. Целый шорт-лист в нашем чате. Спасибо вам большое. Третий пример – обучение. Берем бизнес-процессы верхнего уровня, смотрим, где у нас болевые точки. Нанимаем людей, либо обладающих этими компетенциями, либо нанимаем тренеров, которые прокачивают наши компетенции. Но для этого задайте себе вопрос, что проще, что дешевле – нанять человека с компетенциями или обучить? А вообще, этой компетенции обучить можно? Я вот, например, считаю, что чувствую юмора научить вообще нельзя. Поэтому, если у вас есть чувство юмора, и для вас это важно, берите людей только с чувством юмора. Других вы не сможете научить. Специальный пример такой, доведенный до абсурда. И последний, ваш личный пример. То, насколько вы соответствуете всему тому, что вы говорите, и будет являться основой, фундаментом. Вот, знаете, котлован выкопал, фундамент туда положил в себя. Все, и на нем строишь здание своей корпоративной культуры. Итак, система управления исполнением. Теперь, я надеюсь, вам понятно, что на чем, вокруг чего мы строим с вами, что нужно делать, чтобы сотрудники делали то, что вы им говорите. А теперь система управления исполнением строится на основанной корпоративной культуре в соответствии с общими ценностями. Вы, как руководитель, становитесь коучем, фасилитатором, потому что вы теперь управляете, не в смысле, встал туда, пошел, сделал, встал туда, сделал то. Нет. А вы создаете среду, в которой сотрудник, которому доверили исполнение поручения лучше вас, гарантирую вас, 25 лет управляя людьми, лучше знает, что нужно делать. Вы ему должны просто довериться и сказать, давай, скажи, как ты будешь это делать. И человек, увидевший от вас посыл, скажет, я это делать буду так. Все, отлично. Договоритесь о правилах движения вперед. Я вам потом дальше чуть-чуть скажу, как надо контролировать. Сейчас мы говорим только о моменте подачи. Ваша цель вовлечь, ваша цель создать реальную систему постановки планов. Ну и потом, как рейшинг. Это вообще фантастика из области менеджмента, которая, наверное, там где-то лет через 20-30 может быть появится в России. Но я вам о ней скажу. Это несовместное творчество. Все творчество, когда вы, вы непосредственно вместе со своими сотрудниками, все создаете будущее решение задач. Интересно, почитайте об этом информацию. Сейчас, уверен, будет вам интересно. Движемся дальше. Что же такое система управления исполнением? Ну, в первую очередь, как мы уверены, это фундамент. Это общие ценности. Следующий важнейший слайд. Если у вас есть возможность делать принтскрин, сделайте прямо сейчас или сфотите экран. Айту, Си, Ту, О. Я. Два Си, два О. Что такое два Си, два О? Аббревиатура английская. Клиенты, коллеги, онор, собственники и другие стороны. Человек в любой компании находится в иерархии четырехмерной модели. Я бы даже сказал, пятимерной модели. Первая модель мерность – это я по отношению к самому себе. Любой из вас. Вы генеральный директор, собственник, любой сотрудник. Пятимерная. Коллеги, безусловно. Клиенты, так или иначе, косвенно, не косвенно. Даже бухгалтер, который выписывает счета фактуры, никогда не видя клиентов, является сотрудником, обеспечивающим клиентский сервис. Собственники компании. В малых компаниях, которые работают у нас в России, я понимаю, я сам прожил много, долгое лето на Дальнем Востоке. Понимаю, что это регион, я прекрасно в этом ориентируюсь, часто езжу, по городам встречаюсь. Собственники, вот они, в соседнем кабинете, может быть, на машине приехали или к обеду подходят. Неважно, это как раз о поведении, о примерах поведения. И любые другие заинтересованные стороны. То есть, любые люди, которые контактируют с компанией. Так вот, чтобы сотрудник здесь, понимая всю систему фундамента, основанную на общих ценностях, мог делать поставленные задачи вовремя, ему должно быть понятно, что делать и почему. Вот в этом-то как раз и задача системы исполнения построенной на общих ценностях, как основа принятия решения, что человеку понятно, какие ценности. Это фундамент для того, чтобы сотрудник изменил свой образ мышления. А самое главное, чтобы мы сформировали те модели поведения, которые нам приемлемы. Не нам, не кому-то там абстрактно, вам конкретно, вы как директор, как сотрудник, вы как хотите, чтобы люди себя вели в вашей компании. Вот именно этот инструмент позволит вам добиться этой модели поведения. Ну и, конечно, самый главный слайд для собственников, ну а для генеральных, я уверен, что у вас KPI стоит, рост вентабельности капитала. Без этого вообще смысла никакого нет, ни о каких системах говорить. Как внедрить систему? Простых три шага. Уверен, что вы тоже можете сделать принц-криентного экрана, можем потом отдельно с вами пообсуждать, поговорить. Что нужно сделать? Выбор общих ценностей или стратегии, или направления движения, или корпоративной культуры. Потом со всеми обсудить, сказать, да, теперь мы живем именно так. Давайте в нашей компании, теперь мы будем делать открыто, приятно, чтобы всем было понятно, что мы делаем. И третье, внедрить систему управления исполнения, основанную на общих ценностях. Как? Вот еще один слайд, который позволяет, как сделать. Выбрать, идентифицировать штампы убеждения, которые мешают развитию компании, принять общие ценности. Создать программу по борьбе с этим штамповым убеждением. Как раз это корпоративная группа, инициативная, со всей компанией. Люди, пользующиеся своим максимальным уважением среди всех, и будут вашим основой. Это так называемые высокопотенциальные люди, высокопотенциальные сотрудники, или высокопотенциальные руководители. Реализация управления основанной на ценностях. Когда вы сказали, что принято так теперь, спросили у них, ребята, вот мы давайте с вами договоримся. Вот мы приняли, что ценность нашей компании – это семья. Давайте посмотрим, что такое семья в компании. Как это, что там, со всеми теперь папа, мама, дети. Нет, не об этом речь. Фундаментальная основа ценности семья – это доверие, это любовь и надежность. Тыл. А давайте теперь посмотрим. Вот мы по отношению, работая с нашей компанией, у клиентов, у наших, возникает третий момент. Они любят нашу компанию. Мы вызываем у них доверие, и мы надежны для них. Так это или нет? Да или нет? Да. Да, а здесь нет. Почему? Давайте разберемся, что нам нужно изменить. Давайте поменяем. Давайте теперь посмотрим, повернемся друг к другу, там, друг к другу, глаза посмотрим. Мы как коллеги с вами. Вот мое отношение к тебе, я как начальник, а ты как подчиненный, или мы с тобой коллеги. Вот наше с тобой общение, принятое до сегодняшнего дня в компании, оно позволяло нам друг к другу с тобой испытать чувство уважения, доверия, любви к друг другу. В хорошем смысле слова, общечеловеческой любви. Да или нет? Если нет, а что ты думаешь, мы должны сделать там? Простые фундаментальные вещи. Но если вы системно займетесь этим работой, это работа вам на три года минимум. То есть, если взять сегодня компанию, то, чтобы она стала другой, нужно три года. За это время поменяется часть людей, уйдут ненужные, придут нужные. И вот этот фундамент будет постоянно расти. Это знаете, как, ну вот, тесто поднимается в кастрюле, вот его мало, там чуть-чуть, потом оно больше, 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 совсем уже там выпирает из кастрюли. Вот так и ваша культура корпоративная, которой только вы сможете управлять, а вот уже фундаментально. Понимаете, вот в чем особенность нашего сегодняшнего вебинара от многих-многих других тренингов и вебинаров. Там вы приходите, вам говорят, так, смотри, делегирование это, берешь, ставишь, выделяешь, берешь бизнес-процессы, функции выписываешь, отдаешь. Послушали такой вебинар, послушали такой тренинг, сходили, много таких людей у нас ездит, у которых кроме своей собственной тренинговой компании или тренингов никогда в жизни ничем не управляли в жизни. Вы потом остаетесь один на один, даете все, выполняете все, что они вам там наговорили, а это не работает. А мы сегодня с вами вообще об этом не говорим. Мы сегодня с вами говорим о каких-то вещах, казалось бы, неосязаемых, но фундаментально вся система управления компанией строится на управлении одним человеком, другим человеком. Вернее, даже уже не управление, а на сотрудничестве. Между людьми возникают коммуникации, либо позитивные, либо негативные. Коммуникации выстраиваются в некую атмосферу, созданную в компании, которая либо содействует, либо мешает корпоративной культуре. И вот ваша задача все это сделать. Так вот, теперь уже, когда все это вы сделали, мы начнем сеять семена конкретных практик и методик. Именно поэтому все, что вы читали ранее или пытались сделать без этого фундаментального задирки, без основания, не работало. Я уверен, что чем больше, и вот какие книги бы мы читали, пытались внедрять, если мы фундаментально не поменяем вот эту основу, никакие тренинги, никакие татуировки менеджеров, ничего не привьется, сольдуть или срежут другие же ваши сотрудники. Потому что они лучше знают. Сотрудник всегда знает лучше, как выполнить задание. Нам надо просто в это поверить. Давайте пойдем дальше. С чего начинается система? Со стратегической сессии. С выяснения, где мы сейчас, где мы хотим оказаться, и создание творческого напряжения по Питеру Синге, для того, чтобы двериться туда. Что мы хотим? Мы хотим от сотрудников понимания. Это самое главное. Теперь мы переходим конкретно к исполнению, к управлению исполнением. Чтобы я мог дать понять, чтобы мог дать задание кому-то, я должен понимать, а кому я его дам. Первое. Руководитель обязан знать своих подчиненных. Если это генеральный директор, знай круг своих ближайших подчиненных. Если руководитель должен знать всех своих сотрудников. Это что значит знать? Это значит кто, что, какова проблема в семье, чем живет человек, какое у него финансовое состояние. Что он любит, что не любит. Знать его сильные стороны, слабые стороны. Понимать, с кем он коммуницирует, с кем он не коммуницирует. Что у него с точки зрения профессиональной деятельности лучше всего получается. То есть, если я дам ему задачу, которая у него получается лучше всего, он справится с ней лучше всего. Это так. Теперь, мы с вами говорили, что мы сегодня живем в системе agile, в системе скрам. Она уже сюда, здесь вошла. Каким образом, быстро, эффективно построить систему управления исполнением. Ежедневные отчетные планерки. Что сделано, что мешает, что будет сделано. Вот собрали свои, вы директор генеральный, позвали своих топов. Стоя, причем стоя, на 5 минут к вам в кабинет. Так, что было сделано за вчера. Такой быстрый, знаете, спринт. Сделано то, сделано то, сделано то. Есть, что мешает нам выполнять наши задачи. Есть то-то, то-то, то-то. Прекрасно, зафиксировали, отпустили их, пригласили тех людей, от которых зависит решение этих задач. Быстро решили, приняли на себя ответственность, запустили дальше. Если вы руководитель в своем непосредственном отделе, подразделении, управлении, я не знаю, там где угодно. Точно так же, розданный из задачи человек делает одну задачу. Группа делает одну задачу. Чем быстрее, чем быстрее вы это поймете, тем более эффективна будет у вас работа. Соответственно, одна задача может делаться быстро, он может делать пять задач за день. Но не пять одновременно, а в один момент времени одну задачу. Соответственно, утром собрали всех. Так, что было сделано? Пятиминутка, стоя, чтобы не могли пересесть. Чтобы от того, что уставали, начали расходиться. Что мешает? Кто отвечает за это? Чем я могу помочь? Все, разошлись. Что будет к вечеру сделано? То-то, то-то. А вот вы уже, как руководитель, вы уже пишете эти карты. Устраивает вас такой темп? Не устраивает? Если не устраивает, что можно сделать? Где добавить ресурсы? Где снять? Где упразднить согласование? Вот в этом-то и есть самая главная будет задача. Вот, вижу отличный комментарий. Движемся дальше. Группировка. Когда мы знаем, группировка не преступная группировка, как вы подумали, а группировать людей. Вот видите, все разные. Прекрасно. Вот один такой, другой такой. Я уверен, что кто-то из вас тоже сидит в очках там на той стороне возле телевизора. Но мы разные с вами, неважно, кто в рубашке белая, в костюме. Вот умение вас, как руководитель, правильно расставить людей, использовать для этого любые системы упрощения. Модели по Белбину, ну, не знаю, диск, я не знаю, все, что вам в голову приведет. Придумайте свою. Это хороший, плохой, синий, зеленый, там, красный. Придумайте какие-то вот по Азизису большой палец, Мадли. Мне плевать, любую, но вы должны четко понимать, что у этого человека получается лучше всего. А еще важнее его спросить, друг мой, а ты что любишь делать больше всего? На что ты больше всего в жизни ориентирован? Что тебе нравится? Скажи мне, пожалуйста, как я могу дать тебе такое задание, в котором ты будешь счастлив? Поэтому, получая задачи, мы их и группируем разными образами. И нормально, все, спасибо. 10 минут у нас осталось, сейчас попытаемся уложиться. Группируем их под задачу. Одна задача на микрогруппу. Спринт может быть недели, максимум полторы-две недели. Почитайте литературу об Эджайл. Постарайтесь все. Самое главное, лучшая коммуникация, face-to-face. Никакая электронная почта, никакие удаленные каналы передач. Да, это возможно, да, это правильно, да, сегодня мы живем в распределенном мире, но лучше всего, когда вы пообщаетесь лицом к лицу. Если вдруг вам необходимо провести такое микросовещание с людьми, которые находятся в другую сторону, инвестируйте в конце концов видеокамеру на компьютере, чтобы она у вас была, чтобы увидеть милку человека. Вот представьте, что я сейчас ношу руками, улыбаюсь, делаю гримасы разные, а вы бы ничего этого не видели, а просто слышали бы голос мой. Еще и интонация у меня была бы такая, знаете, стандартная. Так вот, я сейчас вам рассказал примерно о том, как вы меня воспринимаете. То, что я говорю, суть, текст, который у меня написан в презентации, занимает 15-20% того, что вы воспринимаете, что ваш мозг в конце концов примет. Мои жесты. Знаете, есть невербальные коммуникации, есть надвербальные коммуникации. Мои жесты, язык моего тела, как я сижу, как я с гордостью, какой у меня скучный вид лица, или все остальное, это еще 35%. Тон моего голоса, еще 35%. И вот вам совокупность этого всего. Поэтому, когда вы разговариваете с человеком, умейте управлять собой, вы же руководитель, и как правильно говорить, и как правильно сидеть, и как правильно выглядеть, какой у вас парфюм, и так далее, какая прическа. Вы не поверите, казалось бы, мелочи, но все это в совокупности создает высоко потенциального руководителя, который может привести свою компанию к успеху. Поэтому важно правильно группировать. Этот, этот силен в этом, этот силен в этом. Если я двоих объединю в одну задачу с недельным спринтом или за три дня, то они мне точно ее сделают. Давай-ка я им дам. Все, поставил задачу, обсудили, они быстро обсудили, каким образом это затягается. Дайте им свободу в творчестве. Каждый день на микроспринте спрашивать, что получается, что не получается. Agile – это не значит хаос. Там протоколов еще больше, чем мы с вами думаем. Никто не отменял планы, никто не отменял планерки. Только планерки по-другому. Не в плане директивного управления, а в плане задействования творческого процесса, получения обратной связи, отдача задачи и получения от них информации. Спрашивать сроки, уточнять, помогать, улучшать, ужимать сроки. Понимаете, о чем я говорю? Все эти моменты, элементы, наша цель с вами сделать так, чтобы мы максимально задействовали людей. Очень классный слайд, не по сеньке шапка. Давая задачу человеку, который с ней не справится, мы обрекаем его на неисполнение. Мы обрекаем себя на проблемы. Но эта проблема-то наша, а не сотрудника. Поэтому, если у вас не получается, есть проблема с управлением и исполнением, распечатайте этот слайд. Повесьте себе его за стену. Когда будет приходить сотрудник, он будет спрашивать, что это такое. А вот, ты знаешь, пока ты читаешь, я смотрю на тебя и думаю, ту задачу, которую хочу тебе дать, она к тебе подойдет, сможешь ли ты с ней справиться. Сможешь или не сможешь. Подходим к финалу. Собственно говоря, изменения требуют работы. Я сегодня уже много-много говорил, если я сегодня достаточно быстро говорю, мне хотелось просто больше вам отдать. Пересматриваю этот вебинар, задавая себе вопросы, вы зададите себе следующие вопросы. А зачем мне все это надо? Для чего я буду себя менять? А мне и так хорошо, я и так привык, командую, у меня люди работают, там все происходит, все хорошо. До поры, до времени, да. Вопрос, когда эта пора и время наступит. Но осознав задачи свои собственные, задав себе вопрос, счастливы ли вы просто элементарно или нет, вы подумаете, что все, что вы понаписали, действительно имеет смысл, и надо к этому приступать. Я, например, это осознал, когда мне было уже за 40 лет. Надеюсь, что вам меньше, и вы сделаете это раньше. Так вот, изменение и поведение свое собственное, с чего мы, собственно говоря, и начинали, требует работы. Хочется привести слова Махатмы Ганди. Хочешь изменить мир, стань сам этим изменением. Трудно ли быть в состоянии изменения, трудно ли меняться, сложно ли это? Безусловно, сложно. И каждый день, занимаясь работой над самим собой, я вам могу сказать, что каждый день я задаю себе вопрос, может быть, хватит, может быть, остановиться, может быть, не стоит дальше идти. Но что еще делать? Еще продолжать опять же работать. Да, и каждый день я нахожу себе причину, почему мне хочется идти дальше. Я верю в то, что люди могут меняться. Я каждый день работаю с людьми. Сегодня утром, перед тем, как приехать к вам, я провел коучингую сессию. Сейчас я закончу, я поеду на встречу с другим моим клиентом. Я знаю, что самое лучшее, что можно сделать, это изменить. Изменить самого себя. Потому что вы руководители, за вами ответственность на тех людях, которые пришли к вам на работу. Вы их нанимали, вы подписывали с ними трудовой контракт. Будьте добры, сделайте так, чтобы приход к вам, к ваше место работы, стало тем местом, где возможность будет лучше. Вы слушаете много разных книг, вы слушаете разные вебинары, вы продвинуты публикой, вы подписаны на журнал генерального директора. Вы видите много разных рекомендаций, что и как делать. Оценки в чате моего выступления, других выступлений. Может быть, я не совсем правильно услышал смысл того человека, который написал. Но мне показалось, давая оценку труду другого человека, нужно уважительно относиться к труду всех вместе взятых. Я благодарю техническую команду, которая помогала нам сегодня провести вебинар. Вы, я надеюсь, скажете мне спасибо, потому что я приехал через всю Москву, для того, чтобы поделиться с вами этим всем. Ищите свою формулу успеха. Когда вы, услышав одно, второе, третье, начав работать над собой, начнете практически внедрять, вы почувствуете, это ваше, это не ваше. И тогда создаться уникальный, мы все уникальны, нет единого способа управления, нет единых стандартов. Смотрите, найдите свою собственную, собственную модель управления. Потому что люди, объединенные общими ценностями, обычные люди, могут достигать необычных результатов. Ну и в конце, перед самым-самым завершением, у меня еще будет парочка слайдов. Я хочу, чтобы вы себе честно задали на ответ, получили ответ у себя на этот вопрос. А что вы хотите от своего бизнеса в конечном итоге, если вы собственник? Или, если вы руководитель и вы работаете, а что вы добиваетесь в своей собственной карьере? Напомню, что с вами был я, Роман Дусенко, и у меня сейчас есть к вам предложение. Я подготовил, я попытался обсудить с нашими коллегами, генеральным директором, у нас не так быстро все получается, но мне придется это сделать самому. Я подготовил для вас предложение. Я хочу сделать двухдневный вебинар по вечерам 4 и 5 июля в 19.00, для того, чтобы мы с вами практически за два дня прошли пошагово, как нужно внедрять систему управления в своей компанию. Для того, чтобы записаться на этот вебинар, вам нужно, вот смотрите, что у нас тут будет, о чем мы будем говорить. Мы попробуем посмотреть на знакомство, на изучение кейса, мы посмотрим новый материал, мы создадим микрогруппы из вас всех, вы поработаете друг с другом, мы оценим понимание проблемы, мы найдем пути решения этого проблемы, мы посмотрим на ваши лучшие индивидуальные практики, получим новый материал и, соответственно, вы конкретно сможете управлять своей компанией. Чтобы записаться на этот вебинар, вот я вам здесь задачу, можете сделать принт-скрин, не буду терять ваше время, вот основные результаты, которые вы получите. Я думаю, что мы все эти результаты сегодня с вами проговорили в процессе нашего сегодняшнего выступления. Наверное, я не знаю, может быть у вас не съехала, у меня съехала картинка, но сайт называется www.dushenko.ru. Я вот сейчас его здесь вам напишу в нашем чате. Оставьте заявку, наши менеджеры свяжутся с вами, и мы с вами договоримся о времени и о той вашей задаче, которую вам необходимо решить в рамках системы управления исполнением или системы управления по ценностям. Просто пройдите по этому сайту, нажмите на кнопку «Хочу получить информацию», заполните буквально три поля. Я, кстати, вам и организаторы тоже пришлют информацию, но я вам тоже ее пришлю, поэтому, во-первых, вы получите эту презентацию, которую я вам прислал, которую я вам сегодня здесь выступал. А во-вторых, мы с вами обсудим ход нашего вебинара, вы получите программу, и мы подумаем, как его лучше сделать максимально эффективным. Вебинар будет платный, мы договоримся об условиях вашего участия, само собой, конечно, для всех, для вас, кто сегодня был, здесь будут дополнительные условия со скидками. Друзья, было невероятно приятно. Большое спасибо компании «Генеральный директор» и «Активом пресс» за то, что вы меня пригласили. Я буду с радостью приглашать к вам для общения. Надеюсь, мы приедем к вам в течение следующего второго полугодия. Если не я, пожалуйста, смотрите за публикациями «Генеральный директор» и «Персональный совет директоров», и давайте работать вместе. Только мы с вами, вы как «Генеральный директор», вы как собственники, я как человек, который знает, как это делать, поможем так, чтобы наша система управления в России стала лучше. Огромное спасибо за внимание. Если я был резок, приношу извинения. Собственно говоря, огромное спасибо за активное участие. Жду вашей заявки на своем сайте, и мы с вами проведем отличные вебинары за два дня и глубоко-глубоко копнем конкретную систему управления исполнением. Пока, прекрасного лета и до свидания. Что мне нужно нажать? Продолжение следует...